МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует. Фонд содействия реформированию ЖКХ профинансирует амурскую программу по переселению. Аж зубы сводит. Городской корреспондент провела погружение по заветам бывалых моржей. На вострили лыжи. Любители зимних развлечений открыли сезон скоростными забегами в маховой паде. В эфире город в студии Александр Воронин. Здравствуйте. Глава наблюдательного совета фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин оценил в Преамуре ход переселения из ветхого жилья на местах. Лично посетил квартиры, которые предоставили вчерашним жителям аварийных бараков. И заявил, что программа продолжится. Какие суммы на нее выделит федерация, узнаете в ближайшие минуты. Никита, я пирожочки ставлю, а ты быстренько в студию расставляй, как следует. Татьяна Порошина с внуком Никитой ждут гостей на новоселье. Всего месяц как переехали в новостройку на Пушкино. До этого жили в аварийном бараке на театральной. Новенькая двухкомнатная квартира оказалась даже лучше, чем рассчитывали. Мы жили, у нас 48 квадратов было, а мы как подарок еще 55 и 6 получили еще даже как подарок лишние квадраты. Это же хорошо. Здесь все тепло, отделка замечательная. Ну все, все и лучшее у нас. Комнаты раздельные, туалет, ванна раздельная, линолеум какой. В общем, все, и побелка, посмотрите. Все хорошо. Можно к вам в гости? Можно, можно. Чиновники гостеприимству оказались рады, а глава Совета Фонда содействия реформированию ЖКХ оценил новое жилье. Отметил Сергей Степашин и тот факт, что всего за год в Преамуре новые квадраты получило больше 5000 человек. Почти столько же переселили за все предыдущие 4 года. В реализацию программы вмешалось наводнение 2013 года. Часть средств пришлось направить на нужды пострадавших людей. У нас осталось непереселенных 118 тысяч метров аварийного жилья. Я скажу следующее. Порядка 20 муниципальных образований из 30 участвующих в программе уже полностью завершили эту программу. Но еще 10 осталось, и работы еще впереди очень много. Сейчас, конечно, нужно это компенсировать. Безусловно, потребности очень большие. Порядка 2,5-3 миллиардов рублей. На следующий год. Где-то 1 миллиард рублей фонд готов будет предоставить в качестве софинансирования этой программы. Но для этого нужно постановление правительства. Нормативную базу в закон о переселении из ветхого жилья нужно подготовить к 1 июля грядущего года. Тогда бюджет 2019-го программу учтет. Оксана Коростеленко, Денис Лугов. Программа «Город». Должность главы наблюдательного совета фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин совмещает с руководством Российским книжным союзом. Как представитель объединения он посетил Амурскую областную детскую библиотеку и презентовал ее работникам сертификат на приобретение 500 книг. После чего оценил вид на Китай. В ходе прогулки по городской набережной чиновник изучил нюансы ее реконструкции. О проекте ее благоустройства, культурных проектах и достопримечательностях Благовещенска Сергею Степашину рассказала мэр Валентина Калита. Автопарки нескольких амурских больниц и школ пополнились новым транспортом. 11 карет скорой помощи и столько же школьных автобусов пришли в регион по программе модернизации здравоохранения и образования. Ключи руководителям учреждений вручил губернатор Александр Козлов. Несмотря на такую погоду ветреную, мы здесь собрались для того, чтобы наконец эта новая техника поступила в руки наших надежных ребят-водителей, которые трудятся ежедневно для того, чтобы оказывать услугу нашему населению. Новенькие пазы получили школы Свободного, Завитинского, Ивановского, Мазановского, Октябрьского, Благовещенского и Серышевского районов. В Амурскую областную, Свободненскую, Михайловскую, Магдагачинскую, Селемжинскую, Зийскую, Ромнинскую и Октябрьскую больницы отправятся УАЗы и Газели, укомплектованные по современным медицинским стандартам. Полторы тысячи амурчан проследят за ходом выборов главы государства. Народных наблюдателей отберет общественная палата. Она подписала соглашение о сотрудничестве с избирательной комиссией Амурской области. Шаг продиктован поправками, которые внесла Госдума в закон о выборах президента Российской Федерации в ноябре. Напомню, раньше в роли наблюдателей могли выступать кандидаты и представители партий, участвующих в выборах. Теперь же к ним присоединятся народные контролеры. Их наберут для каждого из 750 избирательных участков при Амуре. Общественный контроль, на мой взгляд, это самое беспристрастное видение тех проблем, которые происходят на избирательном участке. Почему? Потому что не должно быть интереса. Интерес только один. Вот закон его соблюдения. В сквере воинов-интернационалистов сегодня возлагали цветы. Военнослужащие, члены их семей и первые лица почтили память погибших в боях на Северном Кавказе в честь 23-й годовщины с начала контртеррористической операции в Чечне. 23 года для истории очень малый срок. Но сегодня есть семьи, которые не дождались своих сыновей, не дождались своих отцов, не дождались своих братьев, своих женихов. И 80 из них это наши, амурские ребята. Вечная память тем, кого с нами нет. И Россия была, есть и будет неделимой страной. И к другим темам. К концу недели на Зее оборудуют бассейн под открытым небом. Так моржи называют 12-метровую купель. Можно будет окунуться в нее или маленькую прорубь, которая сделана с начала ноября. В ней впервые в жизни побывала наш корреспондент Юлия Анохина. Перед этим закаляясь две недели. Воспользовалась советами моржей. Помогло ли? Увидите прямо сейчас. Леденящий душу сюжет продолжит эфир. Я не знаю, как я полезу в воду. Раздеваться и то страшно. Андрей, держи. Неподготовленные моржи тепло теряют не в воде, а вне ее. Потому что снимают одежду неправильно. Раздеваться нужно стоя на теплоизолирующем коврике. Сначала избавляемся от верхней одежды, потом от обуви. Надеваем резиновые тапочки. Так организм адаптируется к холоду, и вы сохраните тепло тела. Опытные моржи, головной убор советуют не снимать. Организм и так будет в шоке. Я даже шапочку одолжила у коллеги. Если сегодня все пройдет хорошо, в следующий раз ее не возьму. Прямо перед заплывом нужно сделать дыхательную гимнастику. Десять раз вдохнуть и выдохнуть полной грудью. И только после этого идти в воду. Так, посмотрим, что из этого выйдет. Главное не торопиться. Ноги трясутся, но больше от страха. Но продержаться в воде, не ныряя, я должна. Я же городской корреспондент. Андрей, возьми. Ох, боже, боже, не. Холоднее, чем я думала. Свело все. Но все получилось. Выходим и сразу берем охровое полотенце. Промакиваем им кожу, но не трем. Одеваться нужно снизу вверх. Утепляем ноги, меняем тапочки на валенки. Сверху надеваем просторную кофту. И мчимся в теплое место переодеваться в сухое и пить горячий чай. Опыт погружения в прорубь незабываемый. Чай с чабрецом помогает его оттенить. Пить его в большом количестве советуют бывалые моржи. Они вообще во всем правы. В зимних купаниях главный настрой. Проверено на себе. Разделить все продукты на здоровые, условно здоровые и нездоровые и сопроводить их соответствующей маркировкой предлагает российский Минздрав. Законный проект уже находится на рассмотрении в правительстве. К первой группе отнесут фрукты и овощи, мясо и рыбу, яйца и крупы. Во вторую попадут сушеные фрукты и сухие завтраки, полуфабрикаты и орехи. В третьей окажутся шоколад и кондитерские изделия, энергетические батончики и напитки, а также алкоголь. Производителям продуктов ведомство предлагает ввести маркировку уже сейчас. Если законопроект примут, она станет обязательной. Власти наградили самых активных и неравнодушных горожан. В областном центре завершился конкурс «Доброволец» 2017 года. И каждый из вас делает свой небольшой шаг, чтобы в нашем мире люди относились друг к другу лучше. Всего в состязании поучаствовало 32 человека. Все – участники общегородских мероприятий и праздничных акций. Девять самых активных получили наградные дипломы и статуэтки. Среди победителей оказались школьники, студенты и пенсионеры. Номинацию «Серебряное волонтерство» забрала 82-летняя Валентина Казакова. Помогать ближнему для нее – привычка с многолетним стажем. Я всю жизнь проработала с детьми. Поэтому, может быть, что-то это. Я воспитателем 42 года отработала. Может быть, это сказалось. После военной года вот эти все как-то друг друга оберегали, помогали. Подарить частицу тепла отказным малышам призывают благовещенцев волонтеры. В седьмой раз в преддверии Нового года они объявили старт акции «Коробочка надежды». Небольшие презенты, собранные вместе с неравнодушными горожанами, доставят в социальное отделение городской больницы, а также в ряд районных медучреждений. Подарить детям можно варежки, косметические наборы, носочки или, например, карандаши. Главное – вещи должны быть новыми и обязательно упакованными в коробку – самодельную или покупную. В магазинах города открыто 7 пунктов сбора. Коробочки надежды в них будут принимать до 20 декабря. Под его аккомпанемент в разные годы пел Дмитрий Хворостовский, дирижировал Владимир Спиваков. Тихоокеанский симфонический оркестр собрал в Благовещенске полный аншлаг. Билеты раскупили за три дня до концерта. Их коллектив дал два – для детей, родителей и серьезного слушателя. На последнем побывал наш телеоператор. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжит эфир «Пятиминутка спортивных новостей». Помериться силой с амурскими рукопашниками пожелали спортсмены Магадана и Иркутска. Прошедшие на выходных турниры на призы мэра 16 гостям областной столицы не забыть. Десять медалей они увезут домой. Почти сотню завоевали амурчане. Я не видел ни одного боя, чтобы они проигрывали всю хуй, они всегда борются до конца. Эти бои я запомню. Конечно, надолго таких напряженных боев у меня давно не было. То, что каждый бой, я думал, что все может поменяться в другую сторону. Первый бой я половину боя первого проигрывал, так же потом вытянул. Шестой по счету чемпионат по рукопашному бою собрал рекордное число участников – 270. Лучшими в категории от 8 до 14 лет стали бойцы из Иркутска и Белогорска. Среди юниоров большую часть медалей забрали завитинские спортсмены. А благовещенцы лучше всех себя показали возрастной категорией 18+. По итогам чемпионата городских призеров пригласят в сборную Благовещенска. В январе она поучаствует в областном первенстве по рукопашному бою. В скоростном прохождении снежных трасс состязались на Буяновском ручье. Там прошел двухдневный первый этап Кубка города по лыжным гонкам. Поучаствовало 48 человек. Столько традиционно собирает открытие сезона. О самых юных спортсменах и длине трасс сейчас расскажем. Лыжный турнир открывает детвора от 11 и младше. Самого юного участника, 8-летнего Яна Банит, перед стартом готовит и настраивает папа-тренер. Сначала я поеду по переменным, потом начну двухшажным. Ехать нужно с веселым настроением, чтобы было хорошее настроение. С веселым настроением и первым номером на форме Яну нужно пройти круг в 1400 метров и семерых соперников обогнать. В итоге финишировал третьим и упал. Сына Руслан Банит хвалил на протяжении всего месяца, что шли тренировки. Как не обделяет вниманием и достижение 12 своих воспитанников. Учитель технологии Талаканской школы с 17 лет учит ребятню вставать на лыжи. Увлек зимним спортом и всю семью. Я раньше сам занимался. У меня мой тренер Геннай Владимирович Витько был. Вот в школе учил меня. Ну и так как бы образовывал. Старший сын у меня Артем тоже занимался лыжами. Ну и младший. Еще третий сын есть. Тот тоже уже метит, тоже на тренировки просится. То есть это семейное уже пошло. Разминайся или замерзай. Невелик выбор у взрослых участников первенства. В минус 23 нужно преодолеть трассу в 3 или 5 километров. Сделать это решились 40 человек. Самому старшему 78 лет. По лыжне Буяновского ручья прошли все. На нем 45 сантиметров льда. Провалиться шансов нет. Готовили трассу две недели. Основные силы были брошены 3-4 дня назад. Когда была вызвана бригада студентов, родителей. Набросали снег, прорезали глубокую, хорошую классическую лыжню. Прочистили от кирпичей, от стеклышек. Трасса получилась очень качественная, хорошая. Разметка идеальная. Можно сравнить с чемпионатами мира. Впрочем, лыжня на водоеме – лишь резерв. Если зима не поскупится на снег, второе топ первенства пройдет на 7-километровой трассе базы «Россия». Гонка намечена на 30 декабря. Юлия Анохин, Андрей Белый, программа «Город». Это была последняя информация нашего выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова